И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и в эфире The Isle of Rima. Ну что же, друзья, наконец-то дождались в системе диет того самого толстолобого пахицефалозавра. У меня прямо даже ладошки сейчас вспотели. Ну что же, поехали. Пахицефалозавр. Его ждали, простите, месяцев пять, наверное. И вот он, кстати, уже перед вами. Давайте сейчас я, наверное, для удобства вам сделаю, включу решейдик, скорее всего. Чтобы вам было удобнее смотреть. И видеть это распрекрасное существо. Посмотрите, какой он милый. Да, он похож, скорее всего, на Дракорекса. Посмотрите, какие у него рога. Так, ну что же. Окей, давайте посмотрим рост. Так, мы сейчас, конечно же, в стадии хэтча. И нам нужно питаться, значит, кокосами, насколько мы знаем. Питаться апельсинами и агавой. Ну что же. Хорошо. Так, что у нас по нюхам? Достаточно быстро пахич нюхает. И мы сейчас только чуем пару кусков мяса. И, кстати, вот один кусочек мяса там двигается. Скорее всего, его переносит какой-нибудь хищник. Так, вода, я смотрю, теперь и куски мяса отображаются не как было раньше, да? На вот поверху, наверху. А теперь, то есть, она как бы на земле. Но то есть, все равно по карте можно определить, где находится растительность, либо мясо. Так, а что у нас по крикам? Единичка. Двойка. Троечка. Четверочка. Ну, в принципе, от всех тех хэтч и других видов существ, которых мы знаем, практически ничем не отличается. По-моему, в Легасе пахич растет, если мне не изменяет память, около часа десяти-двадцати минут. А что по скорости? Ну, существо не очень-таки быстрое. Так. Нам нужно что-то для пропитания, чтобы наш пахич рос намного быстрее. Интересно, что за плюшки у него сейчас есть? Ну, конечно, при таком росте, скорее всего, у него атаки очень уменьшены. И, насколько мы знаем, что взрослый пахич будет наносить достаточно сильный удар. То есть, скорее всего, знаете, как корнотавр, нажимаешь на правую кнопочку мыши, и с разбегу он сбивает своего соперника. Так. Ближе к воде идем на север. Еще раз понюхаем. Нюхом, по-моему, все-таки определенно есть какая-то проблема. Хотя нет. Вот здесь вода, и она очень близко. Ну, по моему мнению, конечно, лучше бы запахи, травы, мяса, воды все-таки оставили на компасе наверху, нежели сейчас то, что они отображаются как-то на земле. Мы уже хотим есть. И, в принципе, мы можем найти какие-нибудь луга, я думаю. Чтобы поддержать процент пищи до нужной, до 19%, чтобы нам не умереть. Интересно, насколько будет круто выглядеть пахич, когда он будет адолтом. Так, а что по атакам? Вот по атаке нужно посмотреть. Так. Левая кнопочка мыши, и... Бьет головой, понятно. Правая, как бы, наскок. Стамина при этом тратится. Я что-то не заметил. По-моему, немножко маленький процент ушел. И вторую атаку он не производит. А, так. А если просто идти? Ага. Нужно идти и нажать правую кнопку мыши. Он как бы наскакивает и бьет головой. Так. Бежим к источникам воды. Болото. А вот теперь, кстати, господа, нужно задуматься. Знаете почему? Потому что... В системе диет появились также дейнозухи. И даже дейнозухи, по-моему, боты, если мне не изменяет память. И сейчас будет очень неприятная ситуация, если какой-нибудь дейнозух выскочит из воды и меня просто сожрет. Вот. Так. Я, по-моему, слышу чей-то звук. И кто это может быть? Вообще, по звуку был как будто бы Юта, который ест кусок мяса. Грозный противник для Ют. Пахич. Да, это совершенно верно. Потому что Пахич будет наносить очень хороший урон. Так. Даже ломая кости своими ударами. Давайте попробуем. Вот жалко, что в начале съемок мне удалось зайти буквально на сервер. На официальный сервер в Риме. И, блин, здесь ночь. Все-таки хотелось бы рассмотреть Пахича при дневном свете. Ну, действительно, очень, в принципе, красивый динозавр. Но моделька, мне кажется, немножко не соответствует тому Пахичу, которого мы все с вами привыкли видеть. Все-таки это какой-то дракорекс. Я не знаю, возможно, он так выглядит при своем маленьком росте. Такой худощавый какой-то. Вот эти вот все рожки на его лице, на голове. Так. А что у нас на Альте? Есть атака? Ух ты. Прекрасная атака. Посмотри. Если вдруг тебе в спину заходит какой-нибудь Ютораптор, ты, в принципе, можешь на Альте и на W нажать левую кнопку мыши, и мы атакуем головой. Давайте посмотрим это. Как эта атака будет производиться? Хм. Так. Хорошо. Окей. С FPS в игре вроде бы все хорошо, все прекрасно, все ровно. Меня все устраивает, по крайней мере. Нам нужно найти более какую-нибудь ровную поверхность. Так. Давайте, допустим, попробуем провести атаку, если разбежаться, как карнатавр. Ведь атака, скорее всего, у него именно так и будет работать. На шифте и правой кнопкой мыши. Ох. Ты видел это, как он встает на задней лапке и бежит? Так, подожди, стой, я хочу это еще раз увидеть. Реально, это было здорово. Так. Нет, все-таки нужно найти ровную поверхность, простите. Вот она, наша знакомая местность, Саус-Ист, где обитают всегда обычно все хищники. Самое излюбленное место любых динозавров в Риме, это Саус-Ист. Карнатавр и Ютараптор, без разницы, кто бы ты ни был, ты всегда будешь... 70% ты будешь играть и начинать раститься на Саус-Ист. Очень хорошее злачное место. Так, по движению я что-то не посмотрел, как он передвигается. А, ну, в принципе, передвижения такие, как бы, легкие, спокойные. В принципе, передвижения, скорее всего, вот сколько я смотрел фильмов «Мир Юрского периода», «Парк Юрского периода», все, в принципе, как бы, ну, соответствует, скорее всего, его телодвижениям при ходьбе. Посмотри. Безумно. Безумно классно выглядит. Так, окей. Так, разбег. И правая кнопка мыши. Посмотри, как он встает на задней лапке. Это так мило. Что, это так работает атака? Немножко непонятно. Нужно, скорее всего, все-таки будет тестить на стримах, разбираться, смотреть, как он будет проводить атаки. Разбег. Левая кнопка мыши. Ну, здесь, скорее всего, последует обычный, как бы, удар. По росту 5% достаточно быстро растет наш пахич, несмотря на то, что мы сейчас не соблюдаем с вами никакие, абсолютно никакие диеты. Так, я хочу посмотреть еще раз на это. Разбег. Правая кнопка мыши. Что это такое, господи? Ну, это, скорее всего, атака. Еще раз. Он может делать это вечно? А, вот оно что. То есть мы разбегаемся. На шифте. Правая кнопка мыши. И еще раз правая кнопка мыши. И он атакует головой. Все, хорошо, я понял. Ну, интересно, насколько будет имбовый его удар, но сейчас при хэче 0.6, это, ну, это абсолютно ничего, я скажу вам. Никаких кустов, ничего нету. Скорее всего, нужно отправляться куда-нибудь подальше, поближе к дамбе. И там мы найдем что-нибудь вкусное, сладкое, прекрасное. По-моему, это был Тенунта. Для поддержания роста можно поесть травы, насколько мы знаем. По крайней мере, мы не умрем. От голода у нас уже пополз экран, и это очень печально. К сожалению, поедание травы, насколько мы знаем, да, нам не дает никакого роста. И сколько у нас процентов? 23 процента. По-моему, было всегда 19. От 19 до 21. Очень достаточно интересное, милое существо. Ну, хотелось бы его рассмотреть. Все-таки, знаете, с большим, наименее большим ростом. Я хочу еще раз посмотреть этот милый разбег и удар. Shift. Правая кнопка мыши, и еще раз правая кнопка мыши. Ага. Наши крики не увеличились? Нет. Абсолютно. Посмотрите, как он агрессирует, да, на троечку, когда мы нажимаем. То есть он левой лапкой такой отшвыривает кусок земли назад. И еще пытается что-то изобразить. Посмотрите. Как бы головой своим панцирем размахивает стороны в сторону. Он угрожает. Так, по хилу. В принципе, хилка восстанавливается от того, что мы поели траву на лугах. Можно ее постоянно есть, поддерживая процент желудка, дабы нам не умереть. Мне показалось, или как будто кто-то здесь пробежал? Нет, мне все-таки, наверное, показалось. Нет. Ну, все-таки моделька, по моему мнению, конечно, она очень красивая, интересная даже. Но не соответствует реальности. Ну, да бог с ним. Все-таки это Эврима, это новая ветка. И здесь должны быть какие-то новые, новые видения. Мне нравится, как он пищит. Безумный хэтч. Жалко и обидно то, что здесь абсолютно мы, к сожалению, почему-то ничего не можем найти. Хотя я знаю то, что на Саус-Ист, если идти чуть-чуть южнее, там вроде бы как много очень достаточно различных кустов и всего прочего. Где есть прекрасные, необходимые для его роста кокосы, агава и все прочее. Так, подождите. По-моему, кто-то сейчас только что кричал. И это был еще один пахич. Тиранодоны. Вот, кстати, надо будет еще потом обязательно посмотреть систему диет птеранодонов и ДН-азухов. Ну, сто процентов то, что я проведу стрим отдельно по пахичу. Доната. Здесь где-то неподалеку, мне кажется, собирается какое-то стадо травоядных. Прямо-таки неподалеку. Скорее всего, вот за этим холмом. Где же они могут быть? То ли это кусты вон там вдалеке, то ли... Да, скорее всего, это кусты. Похожие на длинный хвост Энонта, торчащий из-за холма. Да, многие сейчас скажут, блин, они так долго выпускают каждого динозавра. Чуть ли не по полгода делают на них механики и все прочее. Но, ребят, посмотрите, сколько достаточно за это время. Даже... Не знаю. Спустя, блин, полтора года все-таки они запустили нам достаточно новых интересных динозавров. Таких как Дэйна, Птера и новые механики, система диеты, все прочие атаки. И сколько всего еще впереди будет интересного. Ради этого, честно говоря, я был готов подождать полтора года. Так, здесь нету, по-моему, лугов. Неудачное немножко места все-таки я выбрал. Интересно, вода отображается. Ну, мы знаем, насколько я вам рассказал в своих новостях по Евриме, то, что, да, вот первая система отображения травы и воды на компасе на карте, да, это было как бы, как правильно сказать, будет, было не на постоянной основе. То есть, разработчик сказал, что, ребят, вот эта система запахов, она, как бы, скорее всего, временная. Так, я вижу дриозавра. То ли это игрок, то ли это бот. Простите, здравствуйте. Я проверил на всякий случай коллизию, а то вдруг. Давайте еще попробуем атаковать этого дриозавра. Я не знаю, игрок это или нет. Ну, попробуем, посмотрим, что у нас умеет наш хэтч. Рост 8%, битфорс 0.5. Блин, ну, система диет у нас вообще ни о чем на то. Ну, оно и понятно. Так, ну что же, с разбегу на шифте. Колоссально просто. Ты видел, как он отлетел? Как отлетел этот дрейвич? Это просто жесть. Мне кажется, это игрок. Хотя, если бы был бы это игрок, он бы давно нас атаковал. Ну что же, раз выдался такой шанс, давайте попробуем еще раз его ударить. Ох, Юта, берегитесь. Ваша жизнь теперь в моих руках. Поехали. Я так понимаю, что, скорее всего, правую кнопку мыши, чем ты дольше задержал, тем сильнее удар. Нету шкалы, как у корнотавра. Помните, красная шкала, которая шла внизу под пяточкой. Насколько ты сможешь еще продержаться? Насколько будет сильнее удар? Ну что ж, третий удар. Бедный дрейвич. Просто атака головой, она как бы, ну не очень так смотрится и слабоватая, мне кажется. Так, а если развернуться и на альте? Подождем. Оу, на альте она его даже... Она его очень даже убивает, я скажу. Еще раз атака. Ну, бот наш бессмертный. Ну что же, разбег. Улетел. Ага, так. Просто правой кнопкой мыши не удается удар. Именно разбежаться, задержать и удар. Отлетает просто, как я не знаю. Как щепка какая-то. Ну, мне кажется, удрюча уже. Скорее всего, третий экран, судя по царапинам. Я хочу его все-таки добить. Я хочу его добить. Не удался. Фокус не удался, как говорится. Поехали. Пошел к черту. По-моему, я его убил. Ой, ты мой маленький, бедный дриозавр. Прости, я реально не хотел этого. Я просто, как бы, ну, экспериментирую. Вот такой беспалево поел травы. Сейчас я заберусь куда-нибудь на холм. И там отсижусь маленько. Интересно, как все-таки будет выглядеть система сбивания фруктов. То есть, тех самых знаменитых апельсинов там, да? Вы помните, видели у разработчиков в Дискорде, в официальном их коротенькие видеотизеры. Как пахич разбегается, ударяя головой в дерево, сваливает апельсин и берет его и поедает. Вот, кстати, на троечку звук все-таки более приближенный к пахичу. Очень достаточно интересный пахич, но все-таки его нужно будет тестить, рассматривать именно на стриме. Ну что же, ребятки, наверное, на этом тогда я данный маленький коротенький обзорчик закончу. Всех обязательно жду на нашем стриме на канале. Пальчик вверх, подписочка на канал. А вот такой кратенький небольшой обзорчик всем приятного выживания и игры в мире Эвримы. До новых встреч, пока.